Саид все для себя решил. Собака, приносившая хороший доход, стала староватой, рассудил он, в каждом помете появляются слабые щенки. Лучше оставить себе молодую самку, а эту, он посмотрел на Дакоту и вздохнул, от этой нужно избавляться. А может, оставишь и Дакоту, и молодую замену, уговаривает его жена, выслушав его решение. Нет, послушай, волки не терпят соперника, протестует муж, а в ее жилах течет кровь волка. Она разорвет конкурента. Нет, все уговоры жены не подействовали. Он уверен в себе, а своенравного мужчину переубедить не удавалось. Дакота регулярно приносила потомство, а также была первым помощником Саида на охоте. Но он окончательно намерен от нее избавиться. Совсем недавно в очередной раз она ощенилась. Малыши очаровательны. Когда-то мать Дакоты, овчарка Пальма, погуляла с волком. Как это произошло, никто не знал, но с тех пор волчьи гены всегда доминировали в потомстве. Щенки пользовались популярностью, платили не торгуясь, чтобы купить крошечный комочек безродословной, люди записывались в очередь заранее. Помесь овчарки и волка, особенная порода, особые способности собак и прекрасно подаются дрессировке, незаменимы на охоте, выслеживают и загоняют дичь. А еще они очень преданы, единожды признав хозяина, никогда не предадут и не подведут. Рано утром на следующий день хозяин позвал собаку. Та радостно завиляла хвостом и, преданно заглянув хозяину в глаза, уселась у его ног. Обычно в это время они ходили на охоту. Дакота выслеживала дичь и поднимала ее с места, охотник тут уже сбивал ее метким выстрелом, только на этот раз ружья почему-то не было. Непонятно, но собака привыкла безоговорочно доверять своему человеку. Дакота бежит рядом с мужчиной, то и дело стараясь потереться об его ноги, выказывая свою любовь и преданность. Однако он не отвечает на ее ласки. Сегодня хозяин особенно суров и молчалив. Она это чувствует поэтому, как может, старается ободрить, подбегая, лижет его руку. Мужчина одергивает руку и злится. Дакота не знает, как помочь человеку. Долго идут по лесу. Дакота удивлена, что хозяин до сих пор не дает ей команду идти по следу, ведь они уже достаточно углубились в лесную чащу, вокруг полно запахов зверя, она отчетливо понимает, где каждый из них прячется. Только одно его слово и добыча у его ног. Но вместо этого человек подозвал собаку к себе и прицепил веревку к ошейнику. Дакота растерянно смотрит, мужчина привязал веревку к дереву. Дакота, сидеть, скомандовал он стальным голосом, сидеть, я сказал, она послушна села, не понимая, глядя на хозяина. Что за игра, что я должна делать на привязи, чем могу ему помочь, думает собака, глядя в удаляющуюся спину хозяина. Она нервно перебирает лапами, поскуливает беспокоиться, а вдруг она не успеет прийти на помощь не сможет оказаться рядом, если ему будет угрожать опасность. А в это время Саид, о котором так волнуется собака, развернувшись, скрылся в таежной глуши. Что это сейчас было? Зачем хозяин оставил меня здесь одну? Почему ждать? Мысли летают в голове у собаки, как назойливые мухи. Она и представить себе не могла, что таким варварским способом человек, которого она так любит, решил от нее избавиться. Прошло несколько часов, бедняга сидит под деревом, упорно дожидаясь своего хозяина в одном положении. Мышцы затекли, она-то и дело вскакивает с места, чтобы размять их, но, вспомнив приказ хозяина, тут же возвращалась. Сидит ведь ей приказали ждать, и она ждет. Заморосил редкий дождь, который превратился в сплошной ливень. Крупные холодные капли в перемешку с градом больно бьют докоту по голове. Скоро ее густая шерсть полностью промокла. Зима еще не сдала свои позиции, периодически возвращаясь после редкого тепла. Собака сидит понуро, повесив уши, с которых капает вода. Она преданно ждет того, кто ее бросил. Бросил, как ненужную вещь. Ясный весенний день сменился холодной промозглой ночью. Дакота вдруг поняла, а главное, приняла-то, что больше никому не нужна. Долго и протяжно взвыла, подняв морду. На глазах выступили слезы. Она не понимает, за что ей больно. Больно не от летящего с высоты ледяного и холодного града. Внутри больно. Промокшая собака, свернувшись калачиком, старается хоть как-то согреться. Утром животное чувствует острую резь в желудке, вспоминает, что голодная она сутки совершенно ничего не ела и не пила. Молочные железы ломят от скопившегося в них молока. Собачка с грустью думает о своих малышах, как там они. Пусть они уже достаточно большие, чтобы питаться самостоятельно, но без материнского молока им непривычно. Она встряхивает головой, сбрасывая брызги и отгоняя от себя мысли о своей прошлой жизни. Теперь у нее нет хозяина, нет дома и нет ничего. Она одна. Наступил новый день и новая жизнь. Жизнь, за которую она готова бороться и драться, несмотря ни на что. Сказалась волчья порода. Дакота легким движением челюсти перегрызла удерживающую ее веревку и отправилась выслеживать дичь. Она могла и раньше покинуть это место, но верность человеку не позволяла. Он дал ей приказ. С раннего детства хозяин натаскивал ее на команду отыскивать след зверя, а теперь ей предстоит самостоятельно охотиться, чтобы не погибнуть с голода. Собака сразу поймала полевую мышь и небольшого зайчонка, это утолило терзающий голод. Теперь она исследует новую территорию, где ей предстоит жить. Домой не вернется, нет, однажды предавшие ее люди навсегда потеряли в ее глазах доверие. Дакота перебегает с места на место, обнюхивая лесные участки и стараясь понять, кто здесь является негласным хозяином, где граница его владений, чтобы нечаянно не кинуть вызов давно установленному порядку. Она здесь новичок, нарываться на неприятности не стоит. Инстинкты, дремлющие где-то глубоко, быстро проснулись. Первобытные чувства пьянящей свободы смешались с ощущением опасности, что подстерегает везде. Вдруг чуткий нос почуял тревожный запах. Дакота напряглась, ошибиться нельзя. Где-то совсем рядом волки. Шерсть на холке поднялась дыбом, она готова встретиться с грозным противником. Собака не раз сталкивалась в лесу с этими серыми хищниками, один из которых когда-то стал ее отцом. Но кровное родство с ней волки не признали, угрожающе рычали сразу, давая понять, что если та приблизится, разорвут в клочья. Дакота готова к тому, что сейчас ей придется сразиться за право на жизнь. Она втянула ноздрями, чтобы оценить обстановку. К запахам лесного зверя примешивались странные звуки. Они не укладывались с волчьими запахами и будоражили воображение. Она осторожно двинулась вперед. Изумленному собачьему взору открылась такая картина. В волчьем логове она обнаружила бездыханное тело волчицы и троих новорожденных волчат. Они пищали и жалобно скулили, беспомощно тыкая слепыми мордашками в холодное тело матери. Дакота тут же вспомнила своих собственных щенков, оставшихся у хозяина. Сердце защемило от тоски и несправедливости. Она, не раздумывая, кинулась к новорожденным малышам, принялась их обнюхивать и облизывать. А те, совсем беспомощные и слабые, обнаружив соски с молоком, тут же вцепились, посчитав ее матерью. Шло время, Дакота нашла новое логово для щенков, чтобы не делить его с умершей волчицей. Приемные волчата быстро росли, а заботливая мама учила их навыкам выживания и охоты. Целыми днями она добывала им пропитание, но им требовалось все больше и больше еды, что забирало у нее все свободное время. Она все реже вспоминала свою прошлую жизнь, и все больше волчья сущность, полученная от отца, выходила наружу. Изредка во сне сознание животного выдавало забытые картины из прошлого. Ей снилось, что она опять видит своего хозяина, и, забыв обиду, мчится к нему со всех лап. От этого Дакота поскуливала во сне, дергая лапами, но, очнувшись от видений, видела себя в окружении трех уже повзрослевших волчат. Сегодня Дакота уже несколько часов бродит по тайге в поисках пищи. Ее собственная маленькая, но дружная стая с каждым днем требовала все больше и больше еды. Приходится расширять зону охоты. Так собака пересекла невидимую границу и вошла на чужую территорию. Она это прекрасно осознает, но иного выхода не нет. Либо придется голодать, либо драться за право охотиться в этих местах. Хозяин территории ее обнаружил и скоро объявился. Внезапно ей преградил путь крупный серый волк. Он недружелюбно оскалил клыки, демонстрируя незваной гости, что ей лучше убраться из его владений. Он не ожидал, что теперь перед ним не дворовая псина Дакота, полу собака, полу волк, а свирепая лесная хищница, добывающая пропитание для своих детей и готовая ради них с кем угодно сразиться. Моментально шерсть на загривке волков стала дыбом. В памяти Дакоты промелькнули десятки схваток, даровавшие ей победу, а вместе с ними и уверенность в собственных силах. Прыжок. Они вцепились друг в друга, но в этот раз все пошло не так. Рядом с ее противником, бросившим ей вызов, появились еще два волка. Они стая. Теперь преимущество явно на стороне хозяев этого леса. Они не собирались уступать. Еще мгновение и волчья стая накинулась на одинокую собаку. Возникла реальная угроза стать разорванной на части, как бы отчаянно не билась в этой схватке Дакота, у нее не было шанса выйти победителем. Схватив серого вожака, она повалила его на землю, пытаясь разорвать тому горло. Но в это же время две безжалостные пасти накинулись на нее сверху, схватили за загривок, стараясь повалить и разобрать ее на части. Дакота чувствует, как быстро силы вытекают из раненого тела. Она поняла, что сейчас ее жизнь закончится. Но тут на помощь своей приемной матери из леса выскочило трое повзрослевших волков. Это для мамы они оставались детьми, но в действительности вымахали в крепких хищников. Молодые волки сходу сбили напавших на их мать и продолжили их рвать. Вожаку удалось вырваться от раненной Дакоты и скрыться в чаще, оставляя на траве капли крови. Остальные его собратья бросились следом, покинув поле боя. Дети Дакоты со всех лап кинулся следом. Вовремя подоспевшие на помощь волчата старались их настигнуть, чтобы те никогда не вернулись в эти места. Враг повержен, мать спасена. Теперь они здесь хозяева, будут охотиться и размножаться. Дакота зализывает полученные раны. Ее тело все еще трясет мелкой дрожью от пережитой битвы. Ей больно, но сердце полно радости. Она благодарно вылизывает морды своих переросших мать волчат. Она счастлива, что на ее защиту так отчаянно бросились те, в кого она вложила столько любви и заботы, те, кому может доверить свою жизнь. Волки смогли оценить преданность и любовь, собаки отплатили ей благодарностью. Жаль, что людям это оказалось не под силу. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.